Так, сегодня у нас 24 декабря 2016 года. Сегодня многие пошли на исповедь, завтра причастники будут. Ну, мы причастились две недели раньше, когда батюшка был. И стараешься как-то себя держать после причастия. До причастия даже внешне где-то не показывает недовольство, и чтобы его не было. Сегодня у меня опять случай такой произошел. У нас есть сестра одна, Щукина, Нянила Алексеевна. Мы ей отвозим мешок муки, 50 килограмм, и она готовит. Пол мешка я отдаю ей, пол мешка она нам. Пампушки разные делает. Хлеб. Я сейчас даже покажу, какой хлеб, чтобы вы видели его. Вот она готовит. Вот я его сейчас подсушиваю. Вот. Вот это пампушка. Вот такая вот я разрезаю, чтобы подсушить. Вот она какая. Вот они стоят, видите, над печкой сейчас затопили. Они маленько подсохнут, чтобы не заплеснивали. А остальное она дома подсушивает уже готовые, как сухари. Но они мягкие такие, немножко не очень засушенные. И мы питаемся. Это немало. Это, представьте, мы здесь четверо живем. Мы неделю прожили. Неделю. Мы хлеб вообще не покупаем. Мы должны быть ей благодарны. Прошлую неделю, каждую неделю мы приносим. Там, когда в субботу и воскресенье, к ней заезжают наши братья, привозят нам. Вот это все как-то так идет, неприметно. Но мы сразу вытряхиваем все сумочки. И она сама, когда не бывает ее, то с другой, с сын Гави, Татьяной мы отправляем. Прошлую субботу не отправили. Я не проконтролировал. И никому не отдали, не занесли. Я гляжу, сумочки лежат, сумочки задвинутые за ведра. Вы знали, что это сумочки ее? На этой неделе точно так же. Принесли сегодня. Я все приготовил и в эти сумочки положил. А она должна искать где-то вторую тару. Ну и кому я сегодня отдал отнести? Мне. Тебе. Ну раз я ему отдал, этот человек ест сухари, ест хлеб, мы заодно. Но я держу всегда все на контроле. Пока еще хватает на это памяти. И у нас как расположено? Вот это наш дом 6А. Ну вот так, если показать, вот эта вот улица идет, вот эта вот улица идет. Ну вот здесь вот ворота с улицы к нам. И между крыльца нашего, 6А мы живем, и 6А, где храм, 44 метра мы замерили. 44. Но я не выхожу. Сегодня 29-30 градусов мороза было, и прям руки так мерзнут. Ну я говорю, попутно ты идешь, отнести надо, чтобы лежало на столе. Я отдал уверенность у меня на 100%. А зря. Я пришел, сидит Татьяна Александровна там, Сенгаева. А на столе нету? Где трапезная, в трапезной. Я спрашиваю, а вы брали здесь старые сумки все эти? Нет. Я пошел на кухню, в кочегарку. Нигде нету. Я Володю спрашиваю. Володя, куда делась-то? Надо же отдать, иначе у нас, у нее вообще нечем нести будет. Она сегодня здесь отнесет. Нету. Где? Никита. Никита нету. Вытащил он тебя, уже ты уже в храме стоял. Никита, где? Ты расскажи, Даша, куда ты эти мешочки делал? Почему не донес за место? Я заходил к Надежде Васильевне. Мы об этом не договаривались. В первую очередь, вот ты где находился. Мы не договаривались. Ну как не договаривались? Я заходил к Надежде Васильевне, по-любому должен был к ней зайти. Ну, ты мог потом зайти. Ну ладно, зашел, еще это не беда. Сумочка у тебя в руке, Даша, как получилось? Ну, зашел в комнату, там у меня вещи есть твои, лежат там отдельно. Я там переоделся и там оставил этот пакетик. Мы пришли в храм, уже все закрыто. Надежда Васильевна болеет. Дом, квартира, она рядом квартира, вот в этом 6А, закрыто где-то. Никита, уже все, заходим в храм. Дальше ты понимаешь, как это? То есть все планы, все мои доверия, все полностью разрушено. Теперь ты берешь ключ и бежишь снова 44 метра. Таня еще не знает, что она думает, не знаю. Ты нашел ее, принес 44, встал у дверей. Уже все, мы уже начали молиться. Я переживаю за тебя, какое у тебя настроение. Переживаю за себя и за это. Принес ты, не принес, я даже еще не знаю. Гляжу, ты прошел туда, где лагодится это или нет? Нет, не годится. Ну, как же ты можешь так сделать? Ты, когда пришел туда, ты уже забыл, что пошел без сумок. Ну, конечно. Я про нее практически сразу забыл, но почти сразу, кто-то пошел к гляжу Василию. Я положил, забыл про нее сразу уже почти. Ты про себя знал, что ты можешь забыть? Я тебе говорил, ничего не изобретай. Думаю, что-то он изобрел опять новое. Нигде нету, нету. То есть, если бы тебя не было, то и сумочек больше бы нам не найти. Да я ничего не... банально забыл, я не изобрел ничего. Ну, ты, когда вспомнил о них, что ты не донес, в какой момент ты уже вспомнил, что, ах, я не донес. Ну, как сказали бы, я сразу вспомнил. А если бы не сказали? Ну, может, бы вспомнил, может, завтра бы вспомнил. Последавтра, через неделю. Ну, может, бы и сегодня, ну, не знаю. Да не вспомнил бы, потому что это уже в другой комнате, на глазах нету. Лежала неделю, никто не видел, что сумочки лежат. Вы поймите мое состояние. Я сразу с недоверием к тебе отношусь. Больше сумочки тебе, думаю, не давать. Хоть ползком, но надо отнести самому. Ты какие-то... вот отсюда вышел, дорога только туда. Скажи, а вы могли подумать, что я пойду туда? Да никогда. У меня шариков, говорится, не хватает. Как Гена Яковлев говорит, голова квадратная. Вот вы меня на этом путаете. Я не могу так жить. Вы мне под ножку подставляете. Я поневоле начинаю дальше уже отношения к вам менять. Я как? Я тебе ничего себе не могу сделать. Сказать, не ешь хлеб? Ну, ты против хлеба-то еще не виноват. Против сумочек только. Я единственное могу сказать, что? Не доверяй ему. Я и так кое в чем уже не доверяю. А хорошо ли это, что я не доверяю? Я уже согрешаю, я уже чувствую. Ну и расхлябанным быть таки, рохли. А это что? Халатность. Невыполнение своих обязанностей. Ну и там есть статьи административные, а есть даже уголовные. Не помог во время, когда мог помочь, и человек погиб. Забывшись, это нехорошее качество. И при том, ты не вспомнил даже. Никак. Я хочу, эту бумагу нарисовал, и здесь очень такое. Что, когда, как? Что? Забыл. Когда? Сегодня. Как? По обычной небрежности. В армии был, в монастыряне жил, в тюрьме не сидел. Ты живешь не настороженно. Гляжу, зашел в комнату, дверь не на крючок. Почему? Ты уже научился маленько. Я начал с тобой трудиться с нуля. Я тебе, как говорится, плеш переел. Ты еще как-то меня терпишь, но ты пойми, что и мне надо терпеть. Ты меня переучить уже не можешь. Как митрополит сказал, Сергей, да и не стоит этого делать. Но как лучше, по-моему, отнести сразу? Или вот эта путаница? Я к ней подошел. Володя, я теперь хожу, там вот так вот, где, куда, нету. Она уйдет, завтра может никто не быть по погоде. И мы опять уже за две недели, тара у нас осталась. Ее нужно немедленно отправить было. Так, я попрошу тебя сохранить у себя на память. И напиши, что здесь, из-за чего и когда. Тебе это не в тягость будет? Нет. Никаких последствий из этого нет. Думаю только сейчас, что тебе доверять не буду сумочки. А неделя пройдет, и, глядишь, опять дам. Направдай мое доверие. Люди, которые вот это смотрят, да такая мелочь, занудный старик там, то другое. Понимаете, малое. Малое много значит. Вот считай. Серыхов 19.1. Ну да. Это что с таким человеком? Придет в упадок, упал. Упал по деньгам, упал по имуществу, упал по дружбе, во все, мало по малу. Все значит, это мозаика нашей жизни. Это имеет все значение. Мне нравится в тебе, я скажу уже, в глаза. Не особо такая похвала, но есть. Ты встаешь утром хорошо. Мне ни разу не приходилось тебя толкать. Ты, говорится, понравился мне в этом вопросе. И когда скажешь по интернету, ты бежишь из лагеря ко мне, в интернете разбираешься, а у меня то другого, что-то нету, тут не включается, ну я, говорится, начинаю уже беспокоиться. Я же по делу делаю это все. Ты не против, что мы этот ролик выставим? Нет. Поучитель, я тебя не унизить хочу ничего, хочу поднять на другой уровень. Взял в руки, к Надежде Васильевне, ты 44 метра туда-сюда, молодому человеку, что значит? Добежал, положил, все. И думать не надо. Поэтому у меня принцип, маленькие дела делать сразу. большое, но дело рассчитано на месяц, я его каждый день подбираю. Но которые мелкие у меня дела, у меня ни одного дела нету. Никогда. Никогда. Вот ты видишь, Надежда Васильевна состряпала блины, принесла тарелку, сразу отнеси. Сегодня она какой-то пирог спекла, там противень, вывалили, я даже из узбы не выпускаю, сразу забирай. Бывает, она компот сделала сразу. Ты видел как? Зачем? А зачем мне помнить, отдавать? С нашей посудой путать? Любое дело сразу и поблагодарил Бога, и я уже опять, у меня голова все время свободная от мелочей. У меня не сделанной работы никакой нету. Нету. Вот здесь задают вопрос. Вопрос задали, кажется, простой. А где у меня в интернете там про послание Иуду написано? Я сразу начинаю искать. Вот она спросила, там даже Рахиль, только один вопрос задала. Я мгновенно все дела оставляю, первым делом помолился и скорее начинаю искать, лопатить, искать в литературе. И сразу ей посылаю. То есть неотвеченных, ну если он хулиган, ему что отвечать-то, и говорит, за хвост, за в яму. А остальное, это вот приглядности как делаю. Мелкие дела, какие у меня воробьев накормить, жуланов, голубей, слазит туда, тут у меня голуби сидят, тут уже два больные, что-то над ним есть. Накормить кошек, выпустить, спрятать. Это у меня, я все это разматываю. И смотрю, если угля там, уголь перегорел, скорее подготавливаю на следующий раз, когда вы придете. Вы идете сразу, чтобы уголь стоял в ведрах, дрова были в ящике, остатки стоят. То есть это ваше дело. Мое дело, здесь уже готово вычистить печь, вынести залу, затопить печь. Все это расположить в ней, с этим. Любое дело, какое бы оно ни было маленькое, оно может очень сильно тормознуть. Я сидел в тюрьме с Лозином Анатолием Максимовичем. Он был преподаватель второй группы космонавтов. И одно время начальник местного высшего аэционного училища. Это большая должность. И он говорит, у них было так, что-то там делали, я не знаю, почему так получилось. И обед, ну, тогда нахлобучил, там укрыло что-то, ну, я приду, сделаю, а его в другое место отправили. А курсант молодой полетел, и в пути отломилось крыло. Я не знаю, там шуруп, два, десять, не имеет значения. Точно так же было на одной вышке нефтяной в море. Я сейчас не знаю, у какой это страны, там все показывают, в интернете можно найти. И он пошел там менять эту задвижку, и точно так же, а на его место другое, а он ее не закрыл. Дальше наборолось газу, взорвалось, и вся вышка разрушена, я не знаю, сколько людей там, ну, человек 70 погибло только. А всего ничего. Все, так я не повернул он туда. Сейчас, говорят, подводная лодка утонула из-за такого. Когда сказали ему закрывать, а там, где он служил до этого, направо надо покрутить, а в этой лодке налево. И он лодку затопил, она грохнулась, пошла и разломила ее там на воде. Все погибли, лодка была потеряна. Вот сейчас выключатели, всегда было кверху включать. А сейчас сделали кверху выключать. Электрические выключатели. Что это такое? Это умышленное кто-то делает. Этого нельзя делать. Это абсолютно нельзя. Но если стрелять так, а теперь сделали, будешь стрелять в эту сторону, ты сам себя убьешь. И любое дело, ты приноравливайся, узнавай. И чтобы тебя послали, ты сделай так, чтобы тебя еще раз послали. Меня отец так учил. Ты, сынок, так делай, чтобы тебя еще раз пригласили что-то делать. Я вижу, что ты не занимался, тебя ни отец, ни мать этому не учили. Ты учись теперь, глядя, вот что я делаю и как делаю. Мгновенно и сразу. Ты это понял? Дальше. Деньги нигде не тратить. Больше экономиста ты вряд ли найдешь где. Ни копейки, никуда. А деньги накопил, тогда у тебя есть еще... Вот сейчас только неделя пройдет, я батюшке отдаю за год вперед десятину. Я сегодня отдал десятину. Я сегодня отдал десятину. А я нет, год новый начнется. У меня правило такое. Вот приезд, хоть один день будет нового, с 17-го года, он, батюшка, живет не в 20, не в 30, сто раз богаче меня, как бы, но он все это жертвует, у него нет. У него овцы там есть, там матушка там на огородах, у меня ничего нету, ни копейки, ниоткуда. Единственное, что я имею, это пенсия. Но делает Бог так, что вот приезжаю, у меня бац, опять тысячи рублей кто-то кинул на телефон. Сейчас опять запрашивают книги. В Испанию дошло два месяца, сегодня уже запрашивают в Италию. А если это будет нормально, то в общей сложности, ну, это ни два, ни три. Это 750 евро. 750 евро. Они ко мне и в руки не попадают. Но Бог так делает. У нас еще дело, там недоделанные дороги, еще что-то придется делать. Деньги уходят на поселенцев, на многодетных. Я их глаза не вижу. Не то, что похвалиться, Бог знает. Я экономлю, и они уходят. С благодарением Богу. Мне за это никакой награды нет, потому что я не знаю цены деньгам, они как пришли, так и ушли. Но я их научаюсь ценить до одной копейки. Сколько стоит? Ты сам видишь, купил или не купил это? Василий привез тут орехи. Я первый вопрос. Ты купил? Да нет, это моя мать, твоя сестра, ваша сестра говорит, она это сама делала. Тогда я поем. Но учистие экономит на всем. На черепе, на деньгах. Мы за квартиру-то не платим. За нас там платят в церкви-то. Из-за электричества мы не платим. Мы платим только за телефон. Из-за интернет меня другой платит кто-то. Притом никого нигде не прошу. Бог. Вот прихожу иногда, лежу в карман, суют что-то. Раньше у меня было, если пятерку дали, у меня закон был отдать назад хотя бы 6 рублей в этот день. Добавить что-то свое. Чем больше дают, тем я беднее делаюсь. Я сам себе придумал вот эти эпитемии. Сейчас я уже этого не делаю, потому что у меня ничего нет. Вот небольшое вам слово по учению. Я вижу Василий. Иди-ка сюда. Может я ошибся или еще, что ты обязательный. Тебе только еще скажешь, ты мгновенно сразу делаешь. Ты такой есть или ты у меня только такой? Я не могу это сказать. Не могу сказать. Стараюсь так быть. Или может ты дома не такой, но мне это нравится очень. Только скажу. Вот Володю мне нравится. Возьми на него, покажи. Он точно так же. Что-то я скажу. И он тут же заставался в скафе и даже не пообедал. Бежит скорее это сделать. Я говорю, Володя, сядь, пообедай хотя бы. То есть он это усвоил. Вот живые братья, я тебе пример ставлю. Хочу, чтобы ты тоже такой же был. Спасибо, Христос. Сказано здесь. Я по компьютерным делам ты мне сразу отказу не было. Мгновенно делаешь. Сейчас от Василия. Ты что хотел сегодня делать-то? Что купил? Покажи. Я хотел сетевые платы поставить. У Вас проблемы были? Проблемы не люблю слова. Все. Да, ну еще. Вот. И у Вас одна там стоит встроенная. Так. А я хочу Вам, чтобы у Вас был запас еще две поставить. Так. Послушай. Этот компьютер все не мое. Мне купили. Почему-то я думаю, что надо позвонить Виктору, который это купил, чтобы ты ему рассказал, что ты хочешь делать. Ну, если надо, можно позвонить. Я хочу. Он сейчас на исповедь. Он пока домой приедет. Ну, хорошо. Неплохо это будет? Ну, просто я думаю, что это надо. А то, что он хозяин, то есть он-то не считает себя хозяином. Он подарил нас совсем. Но я думаю... Ну, а тут ничего такого нет. А ты знаешь еще как делать? Да. Котенок будет бегать, ее не выверит? Нет, она внутри вставляется. Понятно. Сделать так, котенок иногда задевает, я боюсь, что может быть от этого есть. Заодно профилактику... Сколько потребуется тебе время на это? Ну, наверное, полчаса, минут 20. Полчаса. Ну, сейчас я тогда не буду ставить большой ролик на заказчику. Сегодня мы исповедь записали, как люди заходят у нас, как молятся. Я его подальше поставлю, в другое время. Хорошо. Ну, все тогда. Готовьте ужин. Иди, Володь, там покажи, еще мы ужинаем. Василий там что-то делает, картошку. Покажи тебе. Все, благодарю. Вот картошечку. Володин рецепт. Картошка будет тушеная, да? Да, тушеная. Тушеная картошка. Вот так вот. В это время совсем по-какие киргизские. Мелко это или как-то? А, ну, Володя просто сказал помельче резать, я поэтому... Да, мелко. Ломтики, ломтики. С рук режешь. Ты берешь руки и прям с руки, ну, так, делаешь, так срезаешь, только круглый. Такие, что? Блин, такой срезаешь. Так.